Самое время для местных новостей. С вами Каролина Стрельцова. Здравствуйте. Скоро-скоро Новый год. Каким был уходящий 2020-й и о надеждах на год наступающий? В материалах наших коллег. И первое слово Деду Морозу. Вот и подходит к концу 2020-й год. За этот период в жизни дончан произошло немало запоминающихся событий. Донецк отметил свой юбилей. Ему исполнилось 65 лет. Значимой датой в этом году стал юбилей Великой Победы. В Донецке проходили концерты. Ветеранов поздравляли фронтовые бригады. В 2020 году проведены работы по благоустройству Соборной площади, культурно значимого места для всех дончан. Благодаря инвестиционному соглашению между правительством Ростовской области и агрофирмой «Донецкая долина» в городе на площади 52 гектара будет создан питомник плодовых деревьев и интенсивный сад черешни. В результате будет создано 239 рабочих мест. Завершено строительство трехэтажного жилого дома. Квартиры предоставлены для переселения граждан из аварийного жилья и для медицинских работников, которым в этом году особенно тяжело. Не только врачи, но и медсестры, санитарки, водители, диспетчеры круглосуточно на передовой. А также большую работу ведут волонтеры, оказывая помощь одиноким и престарелым гражданам. Дончане в этом году приняли активное участие в реализации нацпроектов. В школах созданы и функционируют центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На территории школы номер два была создана малая спортивная площадка для занятий физической культурой и спортом. Городской музей открыл виртуальный концертный зал. У дончан появилась возможность фактически присутствовать на филармонических концертах. Эти и многие другие события останутся в памяти. Пусть Новый год преподносит приятные сюрпризы. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий и радостных перемен. Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие и достаток. С Новым годом, дончане! С новым счастьем! А в Новочеркасске открылась усадьба Деда Мороза. На праздники побывали и наши коллеги. Казачий эколого-биологический центр в простонародье станции Юнатов. Пожалуй, одно из самых необычных мест в городе. Локация, где сохраняют и приумножают многолетние традиции, связанные не только с казачеством. В этом месте время словно остановилось в самом наилучшем его проявлении. Каждый праздник здесь превращается в сказку. На этот раз новогоднюю. Главные гости – Дед Мороз и Снегурочка, которые на радость детворе эффектно появляются у своей избушки на новогодней колеснице, словно только что прибыли из далекого севера. У порога деревянной избушки, красиво украшенной праздничными фонариками и хвойной гирляндой, встречает Деда Мороза и его внучку Мария Искусница. Персонаж, сошедший со страниц и экранизаций советских сказок, хорошо знаком и современным детям, и их родителям. Что там внутри, я загляну попозже. К детям пойду. Тут же дали, и споди. Вокруг небольшой елки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Зайцем и Снеговиками, к большому сожалению, могли танцевать лишь тех, кто на момент открытия усадьбы находился на здешних секциях. Взрослые терпеливо и с не меньшим интересом наблюдают из-за забора. Бесспорно, все праздничные мероприятия будут проходить при строгом соблюдении правил эпид-безопасности. Организация праздников проходит при поддержке Управления образования Новочеркасска, Ростовского регионального отделения «Союзмаш» и руководства Центра. Галина Зверева, Евгений Житский. Телеканал «Донская столица» специально для программы «Время местное». И как он везде успевает, этот волшебный дедушка? В Новошахтинске, например, он открыл свою мастерскую. Теперь юный житель и гость Новошахтинска может посетить временное жилище Деда Мороза, встретиться с ним и со Снегурочкой, и прекрасно провести время в окружении удивительных новогодних гостей. На самом деле у дедушки Мороза большой дом, находится он в Великом Устюге. Но сюда он приехал временно, так как в городе Новошахтинске детки перестали верить в волшебство и добро. И он решил приехать именно в ваш город, чтобы показать, что волшебство и добро существует. При входе в мастерскую Деда Мороза детвору встречают добродушный снеговик, пушистый снежок, прекрасная Эльза и приветливая зимушка-зима. В первую очередь радушные хозяева позаботились о безопасности юных гостей и только потом прошли в жилище Деда Мороза. А там красавица елка, теплый камин, уютная кровать и большой стол, за которым места хватит всем пришедшим. Дети узнали, в каких костюмах ходит Дедушка Мороз и где его почта. Также дедушка приготовил много деревянных игрушек, которые дети сами раскрасят и заберут себе на память. А еще каждый юный гость поиграет с дедушкой, попьет с ним чай с ушками и с медом и получит от него подарок. В этом году детских праздников нет и утренников тоже, поэтому местные предприниматели придумали вот так необычно порадовать детей города. При организации первым делом соблюдение всех требований Роспотребнадзора. У нас обрабатываются ручки, у нас измеряется температура на входе, то есть все абсолютно приходящие у нас в масках, то есть все как положено. Круппы у нас приходят не больше 5-6-7 человек, то есть это максимально маленький формат на большой площади, за огромным длинным столом, где можно соблюдать и социальную дистанцию. Дети до 3 лет могут посетить мастерскую бесплатно. Для детей постарше надо купить билет. Оксана Кольникова, Степан Онудс, телекомпания «Несвятая» специально для программы «Время местное». Новогодний привет из Советского Союза. Совершить путешествие во времени предлагает своим посетителям Краеведческий музей Октябрьского района. Вот такая лесная красавица, чаще всего для устойчивости помещенная в ведро с песком, была в каждой советской семье событием не менее значимым, чем сам Новый год. Сейчас и не верится, что долгие годы праздник не отмечали, и из лесу елочку забирать домой стали уже в послевоенные годы. И, конечно, на этот случай в кладовой каждой квартиры была припасена коробка с елочными украшениями. Еще одной ценностью были елочные игрушки. Они были разнообразными – из картона, покрытого фольгой, прессованной ваты и, конечно же, стеклянные. Стеклянные игрушки бережно хранились в коробке, переложенные ватой. И родители сердились, когда дети шаля разбивали их, поскольку они были очень дорогие. Вот в такое сказочное пространство, наполненное елочными игрушками и другими атрибутами любимого праздника взрослых и детей, превратился на дни новогодних каникул зал районного краеведческого музея. Здесь не только елка, но и стенды с игрушками, настоящие старинные часы с кукушкой, открытки и фотографии. Словом, все, чтобы почувствовать дух и атмосферу того времени. В Советском Союзе Новый год был особенным праздником, поэтому к нему готовились задолго и основательно. Проводили генеральную уборку жилища, шили и покупали обновки, запасались дефицитными продуктами на предпраздничных ярмарках, мастерили детям новогодние костюмы, приобретали подарки. И, конечно же, покупали зеленую красавицу – елку. Именно елку, а не сосенку. И, конечно, тогда, как и сегодня в новогоднюю ночь, зажигали бенгальские огни, хлопали хлопушками, бросали цветной серпантин, а под бой курантов желали всем мира, добра и счастья. Михаил Кавниристов, Валерий Цыганков, телекомпания «Видеотон ТВ» специально для программы «Время местное». Праздничное настроение. Им с нами поделились журналисты из Каменска. Если в Каменске-Шахтинском объявлен традиционный конкурс «Новогоднее настроение», значит, его жители снова становятся свидетелями чуда преображения города. Окна домов горожан восхищают и снежиночным великолепием, и оригинальной подачей новогодних сюжетов с Дедом Морозом. В конкурсе принимают активнейшее участие и школы города. В МБУ СОЖ номер 3 мы побывали в самый разгар подготовки к нему. В этом году торжество здесь готовится 82-й раз. Эта школа носит статус казачья, поэтому умение своими руками создавать красоту для учащихся, педагогов и родителей – это и традиция, и концепция воспитания. У малышей на каждой парте самодельные елочки. На потолке не просто снежинки, а снежинки-балеринки. Родители помогали с воплощением идеи. Прошлая зима была не снежная, и нам в классе захотелось воплотить в реальность снежную зиму настоящую, с сугробами, со снежинками нежными, поэтому вот родилась такая идея. А эту композицию выпускники сделали очень любовно, понимая, что через полгода попрощаются с родной школой. Свет, снег, мир, тепло в доме – значит все хорошо. В этом году, как уже известно, запрещены массовые мероприятия. В Каменске новогодние праздники для детей и взрослых тоже пройдут локально. Но главная городская елка заняла свое место, и она – основной персонаж в создании новогоднего настроения в городе. Всем своим видом эта лесная красавица как бы говорит, все происшедшее в этом году – не повод ли замахнуться на то, чтобы проводить уходящий 2020 год с его невероятными по остроте событиями – красиво, громко, искренне и музыкально. Лариса Алташкина, ТРК Каменск ТР, специально для программы «Время местное». Самый сказочный праздник уже у порога. Свои поздравления с Новым годом передают герои программ и журналисты из Песченокопского. До наступления Нового года остаются считанные часы. И, конечно, в этот день хочется пожелать всего только самого наилучшего. Ну а пока я готовлюсь, свои слова поздравлений вам адресуют некоторые из героев наших сюжетов уходящего 2020 года. Пусть в эти последние минуты, в эти последние часы уходящего года с вами произойдет какое-нибудь замечательное-замечательное чудо. И оно останется с вами на весь 2021 год. Крепости духа, терпения и сил, потому как все-таки не крути тяжела дорога к истинному счастью. А главное – оставайтесь всегда стильными и красивыми. И мы, представители этой сферы, вам поможем. Чтобы все занимались спортом, были здоровыми, крепкими, бодрыми и веселыми. Всем хорошего настроения, всем замечательного года, чтобы было продуктивным, чтобы все мечты сбывались. В Новом году я желаю не останавливаться на достигнутом. Много творить, слушать хорошую музыку, ну и всего самого наилучшего. Не золото, не королевской власти, а просто человеческого счастья хотелось бы пожелать вам в новом 2021 году. А самое главное – если будете болеть, то болеть только за футбол. Мы готовы? И подари мне 50 разноцветных масок. О! Друзья, коллеги, 2020 год выдался непростым. Но, несмотря ни на что, все мы продолжали делиться с нашим зрителем интересными, а самое главное – хорошими новостями. В грядущем 2021 году я желаю вам больше актуальных новостей и еще больше интересных героев. С Новым годом! Давайте скажем спасибо уходящему году за все доброе и хорошее, что в нем было. А что было сложным, сделало нас мудрее и сильнее. Самое главное – за то, что он был в нашей жизни. А Новый год пусть принесет много радости, успехов и здоровья. Верьте в это всем сердцем, и все обязательно сбудется. Искренне желаю этого каждому из вас. Встретимся в 2021 году с хорошими новостями на этом же месте в это же время. Время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова